всем большой привет добро пожаловать на мой канал рада вас приветствовать своем новом влоге утро у нас началось сделать саду нужно было покосить газон потому что видите насколько сильно он вымахал ну и мы с машей гуляли собирали ягоды и поливали цветочки пока муж занимался в газоном и еще сегодня хотим повесить лампочки на солнечных батареях увидеть у нас пергола где качели вот там хочется добавить огонёчков получилось очень здорово покажу вам сам процесс кит-то девочки помните совсем недавно я подкармливала розы пропалывала их и будет после этой подкормки сорняки такие вымахали я у себя в телеграм-канале показывала такие лошади там знаете розы которые низкие их вообще не видно все в сорняках нужно этим заниматься нужно пропалывать я в телеграм-канале своем сказала здесь повторюсь такое ощущение что я подкормила сорняки не розы потому что они просто огромные стали лопухи когда этим заниматься не знаю но нужно сделать эту роза вот-вот зацветут а их просто там не видно гляж сейчас будет вешать гирлянду я как раз немножко погулялась машина ручках implant Ложила спать ее в коляске. И как раз она у меня на улице гуляет. Я помогала тут Леше немного. Подавала саморезы, чтобы ему было удобно все это фиксировать. Заодно подснимала для телеграм-канала. Кстати, если вы не подписаны, обязательно подписывайтесь на него. И вот потом уже ушла готовить обед. А Леша продолжил заниматься креплением этой гирлянды. Но получилось классно. Делитесь, как у вас погода. У нас такая прям жара стоит уже, наверное, неделю. Плюс 30, если не больше. Так вот погулять выйти можно только утром. Или вот я Машу кладу спать. Это там в тенечке, если есть ветерок. Потому что прям разогревает очень-очень сильно. Дети просят поставить быстрее бассейн. Но не знаю, тут вот вроде похолодание обещают. Надо до плюс 16. Но знаете, всегда так. Как только мы ставим бассейн, все уже заканчивается. И начинается такая погода, дожди, холод. Посмотрим. Вроде у меня Леша хотел ставить. Но, конечно, с ним много хлопот. Он постоянно что-то чистит, там занимается. Он, конечно, требует много внимания. Продолжение следует... Закончилась школа и начались каникулы. Уверена, что вам так же, как и мне, хочется, чтобы лето у детей было насыщенным, разнообразным и интересно. Вы уже придумали для них досуг. Я нашла кое-что интересное, и сейчас вам об этом расскажу. Мы записали Софию в бесплатный летний лагерь от нашей любимой онлайн-школы в Фоксфорд. Это отличная возможность узнать много нового, делать различные опыты, играть в развивающие игры. Тем временем мы выполняем домашнее задание. Нам задали по астрономии нарисовать ракету, галактику и составить в ней рассказ. Лагерь бесплатный, а София занята каждый день по несколько часов. Очень удобно, что все уроки в записи, и мы можем подстроить их под свой график. София занимается как дошкольник, а вообще программы рассчитаны до 11 класса. Под каждый возраст своя программа. У Софии английский язык, чтение, мнемотехника, шахматы, научный опыт и эксперимент. В общем, все, что нужно ребенку для качественной подготовки к школе. Кратко расскажу, что в других классах. С 5 по 8 класс дети погрузятся в мир нейросетей и программирования. А с 9 по 11 класс углубятся в мир профессий с помощью профориентации. Лагерь уже действует и продлится до 31 июля. А для старшеклассников с 9 по 11 класс продлится до 14 августа. Девочки, лагерь уже активно работает, но места еще есть, поэтому обязательно переходите по ссылке в описании и записывайтесь. И пусть ваши дети проведут эти каникулы интересно, используя вместе с Фоксфорд. Ну что, дорогие, будем с вами готовить первое блюдо. Это у нас будет суп максимально простой. Какие нам потребуются для него ингредиенты? Я уже здесь помыла шампиньоны, сливки 10% Далее у меня здесь одна луковица, зубчик чеснока потребуется, фунчоза. И у меня в холодильнике лежит крем-чиз совсем немного. И хочу его использовать, это вообще не обязательно. И если хочется супчик посытнее, можете добавить картофель, можете добавить морковку, кто что любит. И уже отваривается первый бульон, это куриный окрачок. Именно на нем мы будем варить наш супчик. А сейчас займемся подготовкой ингредиентов. Начиная с того, что нарезаю шампиньоны, у меня здесь целая упаковка, но это прям много. Кастрюля у меня где-то на 3,5 литра, но какой-то такой объем. Поэтому я не целую пачку использовала, но такой прям получился насыщенный грибной вкус. Если вы не любите, то можно добавить буквально несколько штучек и положить побольше, возможно, картошки. А так суп получается невероятно вкусный, нежный. Если никогда не готовили суп фунчозой, обязательно его попробуйте. Очищаю лук, чеснок, промываю и также буду сейчас нарезать. Окрочек у меня уже сварился на первом бульоне. Я его промыла, сняла кожу. Именно снимаю в этот момент, потому что она снимается проще. Какой-то там жирок, если есть, тоже все срезаю. И в кастрюлю отправила окрачок, отправила овощи, заливаю водой и отправляю готовиться суп. Довожу его до кипения, провариваю, наверное, минут 20, чтобы овощи приготовились. Затем достаю мясо, я буду снимать с кости и нарезать удобно. И отправляю фунчозу в наш супчик. И также добавляю творожный сыр, но повторюсь, точнее крем-чис. Это абсолютно не обязательно, просто у меня были остатки, чтобы не пропадало. Добавляю соль, специи. Разогреваю сливки, разогреваю в микроволновке. Если добавлять в суп горячие сливки, вообще второе блюдо, они тогда не свернутся. Тогда у вас будет идеальная консистенция. Снимаю мясо, нарезаю, отправляю его обратно в суп. Довожу все это вместе до кипения. Провариваю минут 5 и все, супчик можно выключать. Но пробую только на вкус, если меня все устраивает, то все готово. Даже если фунчозу, знаете, там, ну хотя ей достаточно будет этого времени, под закрытой крышкой все дойдет и будет очень-очень вкусно. Но я, кстати, добавила немножко еще картошки. Итак, следующее блюдо, которое я буду готовить, это жаркое. Я уже подготовила здесь овощи, почистила картошку. Буду использовать шампиньоны, которые остались у меня от супа. Ну, много было, поэтому осталось несколько штучек добавлю. Дальше у меня здесь лук, болгарский перец, помидор, кабачок, морковь, баклажан, зубчик чеснока добавлю. И здесь у меня куриное бедро, филе. Мне нравится жаркое, в котором много разных овощей. Поэтому сейчас все подготовила и буду нарезать. Субтитры сделал DimaTorzok Как я вам и сказала, я люблю, когда много разных овощей в холодильнике. И чаще всего я вообще это блюдо готовлю, когда, допустим, сделала закупку продуктов. Ну, много всего разных овощей. И вот уже под конец, когда, допустим, остался один кабачок, один баклажан, несколько томатов. Я вот могу приготовить жаркую, как раз-таки из остатка всего того, что у меня есть в холодильнике. Нарезаю. Мне нравится нарезать достаточно крупно, потому что все равно все это разваривается, уваривается. И если уж порезать совсем мелко, то это просто превратится в кашу. Поэтому не мельчите, нарезайте покрупнее. Я готовлю большую кастрюлю, где-то на 5 литров, просто потому что овощи очень сильно увариваются. Ну и плюс, все-таки овощи это не настолько сытно, если бы там была крупа какая-то, да, там макароны, еще что-то. Поэтому я прям, видите, в большой-большой тазик нарезаю овощей. И покажу, как я буду все выкладывать. То есть, заметите, не нарезая никак мясо, очень удобный такой способ приготовления, но при этом мясо тает во рту и просто распадается на волокна. Субтитры создавал DimaTorzok Овощи в миску я закладывала слоями, ну как вот нарезала, и поэтому все нужно хорошо перемешать, чтобы не было такого, что тут только картошка, а здесь перец. Все перемешала, выложила слой в кастрюлю, посолила, и сверху выкладываю куриное бедро. Видите, я никак не нарезала, ничего с ним не делала, просто промыла, просушила и выкладываю. Теперь посыпаю солью, посыпаю любимыми специями. Далее опять выкладываю слой овощей, опять солю, а и на дно, на дно я выложила несколько кусочков масла кхи. Опять овощи, посолили, специи, которые вы любите, опять куриное бедро, вот у меня осталось несколько кусочков, опять посолила, специи, и сверху остатки овощей. Вот так это все выглядит. Можно добавить воды, я прям буквально добавила на такой объем 200 мл, чтобы просто, когда былся процесс приготовления, мне ничего там не пристало. А так овощи дают достаточно жидкости, поэтому можно добавить даже и меньше. И сверху немножко кусочков сливочного масла. И вот такое обалденно вкусное, жаркое получилось, добавила я укроп и петрушку. Очень-очень вкусно. Ну а теперь уборка в ванной комнате. Я убираю все с раковины, достаю все из ящичка, потому что хочу здесь сегодня навести порядок, протереть все контейнеры, протереть свою косметику, сам ящик и уже аккуратно разложить по своим местам. Эта уборка не занимает много времени, потому что у каждого средства есть свое место, поэтому нужно просто достать и потом вернуть на место. Ну и нужно помыть раковину, нужно помыть зеркало, вообще почистить сантехнику, протереть пыль. Именно этим я сегодня планирую заниматься. Субтитры сделал DimaTorzok У меня много места для хранения в ванной комнате. Это и большая подвижная тумба, и шкаф рядом с раковиной, и ниша, и стеллаж. Поэтому я себя тут как-то не ограничиваю, не размещаю все суперкомпактно, а именно раскладываю так, как мне удобно этим пользоваться. Первая такая ячейка у меня отведена для волос. Здесь хранятся средства для ухода за волосами, разные укладочные средства, масла, кондиционеры и так далее. Следующий отсек – это все для лица. Какие-то маски, сыворотки. Плюс у меня, видите, такая косметичка там лежит. Там крупноформатные разные пробники, скрабы. Далее следующий отсек – это у меня средства личной гигиены, здесь лежат аккуратно, и средства для тела. У меня тоже здесь хранятся разные масла, какие-то кремы, скрабы, запасной гель для душа. В общем, такого плана и маски для лица. Ну, а мой основной уход за лицом такой ежедневный – это лосьон, сыворотки, крема. Это все хранится у меня в спальне на туалетном столике. А здесь именно маски, скрабы и средства для умывания. В ящике порядок навела. В нижнем выдвижном ящике у меня хранится нижнее белье. Очень удобно, мне нравится, вот если позволяет пространство, хранить вещи там, где ты ими пользуешься. То есть вот нижнее белье удобно хранить, мне здесь полотенце удобно хранить в ванной комнате. В общем, я таким образом для себя организую хранение. И сейчас чищу раковину, чищу сантехнику. 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 также сегодня нужно навести порядок в этой зоне сложить аккуратно фен протереть все от пыли ну потому что ниша хочешь не хочешь а пыль садится поэтому регулярно нужно ее протирать и за всем этим ухаживать кто не любит а кто любит такие знаете пустые полочки то наверное лучше вообще не делать такую нишу закрыть это все каким-нибудь какой-то корпусной мебелью до каким-то шкафчиком мне же нравится такое открытое хранение для меня это как элемент декора и я люблю вот разные баночки не нравится этим пользоваться поэтому я удовольствием за этим ухаживаю что-то Продолжение следует... Ну и в конце этого видео хочу поделиться с вами кадрами нашего прекрасного города, поэтому приглашаю прогуляться вместе с нами. Мы сегодня выбрались на прогулку вдвоем, здесь такая красота, летают воздушные шары, сейчас вам покажу. Продолжение следует... Продолжение следует... Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца, обязательно поддерживайте меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал, но мы увидимся с вами совсем скоро, всем пока-пока!